Вы когда-нибудь задумывались, почему у одних людей рак возникает в 30 лет, а у других после 70? Или откуда берутся редкие мутации, которые буквально перепрограммируют наши клетки? Сегодня мы погрузимся в мир генетики рака и разберем, как всего несколько опечаток в ДНК могут запустить цепную реакцию развития опухоли. Сразу скажу, я не буду намеренно нагружать вас сложными терминами. Меня зовут Анастасия Мочалова, я доктор медицинских наук, врач-онколог. Из этого ролика вы узнаете, как можно заранее узнать о всех онкологических рисках, которые могут возникнуть в вашем случае. Почему развивается рак и что такое генетика рака? Ежегодно в мире регистрируют около 19 миллионов новых случаев рака и более 10 миллионов смертей. Это серьезные цифры, которые заставляют задуматься о причинах болезни. По сути, рак – это генетическое заболевание. Представьте, что в каждой клетке нашего тела есть инструкция с исчерпывающими указаниями. Когда делиться, когда остановиться, когда умереть в положенный срок. Эти инструкции записаны в виде гена. Если в них возникают опечатки, мутации, клетка начинает работать не по правилам. Откуда же берутся мутации? Первое – это наследственные. 5-10% случаев. Примерно у каждого десятого пациента брак в гене передался по наследству от родителей. Второе – внешние воздействия. Примерно 30%. Курение отвечает за 20% всех случаев рака. Ультрафиолет за 5%. Еще часть вызывают вирусы папилломы человека, гепатита, канцерогены в окружающей среде. Третье – это случайные ошибки при делении. 60-65%. Каждый раз, когда клетка делится, есть шанс ошибиться. В молодости эти ошибки исправляются. Но после 40 лет способность к ремонту снижается вдвое с каждым десятилетием. Итого, на наследственность приходится лишь 10% случаев. 30% связаны с внешними факторами. А больше половины – это те случаи, когда формируются с годами опечатки в ДНК. Как возраст влияет на риск? К 50 годам шанс заболеть раком в течение жизни достигает один из трех человек. А после 65 лет риски продолжают расти. Главное, что стоит запомнить – рак развивается из-за комбинации генетических изменений. И часть из них мы можем предотвратить, изменив образ жизни. А часть вовремя выявить с помощью скрининга и генетического тестирования. Эти знания дают нам преимущество в борьбе с болезнью. Наследственный рак и семейные синдромы. Наследственные мутации, как я выше говорила, отвечают примерно за 5-10% всех случаев рака. То есть сам рак не передается по наследству, но вы можете унаследовать брак в генах, который повышает риск. Например, мутации в генах BRCA1 и 2 встречаются у 0,2-0,3% населения, но у носительниц риск рака груди к 80 годам достигает 60-80%, тогда как в общей популяции составляет 12%. Рак яичников у BRCA1 и носителей развивается в 20-50% случаев против 1,3% у остальных женщин. Есть и семейные синдромы. При синдроме семейного аденоматозного полипоза риск колоректального рака почти 100% к 40 годам, если не проводить регулярные обследования и удаление полипов. А при синдроме Линча, это наследственный неполипозный колоректальный рак, риск доходит до 70%. Итог. Хотя лишь каждый десятый рак связан с наследственностью, знание о своих генах через генетическое тестирование помогает вовремя начать профилактику от частых скринингов до профилактических операций. Как мутации превращают клетки в раковые? Чтобы клетка превратилась в раковую, в ее инструкции накапливаются несколько серьезных ошибок. В организме есть три ключевых типа контролеров. Первое – это прото-онкогены, акселераторы роста. В норме они аккуратно регулируют деление клеток. А при активации мутации они превращаются в онкогены и стимулируют рост уже опухолевых клеток. Второе – гены-супрессоры опухолей или тормоза. Эти белки, говорят клетке, хватит делиться, пора остановиться или умереть. Если тормоза, например, ген ТП53 отключаются, то клетка проигнорирует команду на апоптос, то есть на разрушение. Мутации в гене ТП53 встречаются почти в 50% всех раков. То есть, простыми словами, если ТП мутирован, а это тормоз в делении опухолевой клетки, то опухолевая клетка, она бесконтрольно начинает делиться, размножаться, и болезнь прогрессирует. И третий тип контролеров – это гены репарации ДНК, так называемая служба техподдержки. Они исправляют опечатки в ДНК, которые возникают при каждом делении клетки. Когда эти механизмы ломаются, число ошибок нарастает лавинообразно. Ученые полагают, что для полного перехода клетки в злокачественную достаточно примерно 3-6 драйверных мутаций. Обычно одна активация прото-онкогена плюс 2 и более выключенных генов-супрессоров и поломанный механизм ремонта. И этого достаточно, чтобы возник рак. За счет дефектов в репарации клетка накапливает сотни пассажирских мутаций. Но именно драйверные ошибки создают фундамент для опухоли. По оценкам, в одной раковой опухоли можно найти от 5 до 10 тысяч соматических мутаций, из которых порядка 10-20 станут настоящими дирижерами ракового роста. Таким образом, рак – это результат сложного сбоя в компьютере клетки, когда одновременно ломается несколько ключевых модулей контроля и ремонта. И чем больше таких сбоев, тем выше вероятность, что из одной единственной аномальной клетки вырастет злокачественный клон. Скорее всего, вы задаетесь вопросом, и что делать, как узнать о своих генетических рисках. Если в семье были случаи рака, особенно в молодом возрасте, или у нескольких родственников, врач может предложить сдать анализ крови или слюны, чтобы проверить наличие подобных мутаций. Еще есть тесты, которые изучают саму опухоль и помогают подобрать таргетную, то есть прицельную терапию. Когда это делают? Если рак в роду возник раньше времени, до 50 лет. Если у нескольких близких родственников одинаковый тип рака. При редких опухолях, например, медулярный рак щитовидной железы, ювенильная полипозная аденома, риск наследственных синдромов доходит до 80-90%. Что проверяют генетическим тестированием? Кровь или слюну. Эти анализы показывают, есть ли в ваших клетках бракованные гены. Например, Берсея 1.2, ТП-53, МЛН. В среднем 5-10% всех случаев рака связаны с унаследованными мутациями. То есть примерно каждый десятый пациент может получить важную информацию из теста. Это все было про генетические тесты на выявление наследственных синдромов. А если уже есть онкологический диагноз, то генетическое тестирование, оно помогает подобрать самую эффективную терапию, которая будет работать в данном виде опухоли. Приведу пример из моей клинической практики. Пациент с АЛК-мутацией при раке легкого, который прошел 7 разных вариантов противоопухолевой терапии без эффекта, при назначении правильной таргетной терапии АЛК-ингибитором получил полный ответ при распространенной опухоли и уже на протяжении 3 лет находится в стойкой ремиссии. Это говорит о том, что как важно выполнять генетические тесты у онкологических пациентов, поскольку это позволяет подобрать наиболее эффективную опцию и избежать ненужного, неэффективного токсичного лечения. А почему мы не делали 7 раз по ходу дубой лечения, когда оказалось, что можно было вот так сделать сразу? Потому что пациент лечился где-то в регионе, где не придали этому большого значения. Может быть, не было возможности, может быть, не было информированности, не было доступности. Разные могут быть причины, но чем более информирован пациент, чем более вероятность высокая ответа и подбора наиболее эффективной терапии. То есть, если бы вы улучшил лаком, то вы сразу эти исследования делаете? Да. Мы всем пациентам раком легкого выполняем сразу же полные геномные исследования, потому что это позволяет нам более прицельно подбирать самую эффективную терапию. А другой кейс – молодой парень, который тоже лечился по поводу колоректального рака с множественными метастазами, прошел 3 линии разной химиотерапии, которая не давала никакого эффекта. И когда он уже обратился, его, по сути дела, выписали на симптоматическое лечение. То есть, ему сказали, что у вас нет никаких шансов. Мы пациенту выполнили генетическое исследование, выявили у него микросателитную нестабильность опухоли и назначили ему иммунотерапию. Да, это не такая частая ситуация, но она встречается в определенном проценте случаев. И сейчас у этого парня на фоне иммунотерапии зарегистрировано значимое уменьшение объемов опухоли, у него улучшение симптомов, снижение всех симптомов заболевания, улучшение качества жизни. И он уже находится практически в частичном ответе. Никогда не нужно сдаваться. Даже в самых тяжелых, казалось бы, ситуациях можно искать выход. Современные молекулярно-генетические тестирования, они позволяют нам персонализированно подбирать лечение и открывают совершенно другие горизонты. Если вы находитесь в регионе, и у вас нет доступности к тестам генетическим, если у вас нет возможности получения современных лекарственных препаратов, вы всегда можете обратиться на консультацию, и мы вам подскажем, что необходимо сделать для вас. А может быть, можем предложить лечение в рамках ОМС бесплатно в условиях нашей клиники. В описании найдете ссылку и номер телефона для записи. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Спасибо за поддержку.